Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз, и это очередная серия карьеры. Жмем загрузить, все такое прочее. И мы видим, что сегодня в этом матче с Фулхомом закончится первый круг АПЛ. И нам надо его закончить на мажорной позитивной ноте, то есть выебать Фулхом с Ракатан. Вот, все. Это задача номер один на сегодня. Вот, и тем более, если там Манчестер Сити в своем матче параллельно оступится и потеряет хотя бы два очка, мы, скорее всего, выйдем на первое место, и это будет вообще просто невзъебенно классно и просто мега респектабельно. Но что будет в этом матче, лишь этому богу известно, то есть вот этому парню. Вот, да. Что ж, я вижу, что... Адель, блядь, в чем дело-то? А почему в таком важнейшем матче и ты просто упоротый в сраку лис? Ну, Адель, в чем дело, блядь, ты кусок залупы, блядь, позорный. В прошлом матче с Балтикой ты отложил четыре гола, четыре гола, а сегодня ты вообще никакой. Ты что, переволновался, брат? Ладно, хрен с тобой бывает такое, иди лечись, иди лечись. Мы поставим, пожалуй, вместо тебя, ну, кого, ну, пусть будет Пиццели, ладно. Хотя нет, я помню, что Макс Родригес в порядке играет, да, плеймейкер вроде как. По-моему, да, такое было. То есть, я, по-моему, в каком-то матче практиковал, и он даже там гола... Ой, гола... Игровых паса три, а то и четыре отдал, это хорошо для него. Пусть будет тут... Так, ну, само собой на острее мы ставим самого Гьяна, потому что, ну, без него никак. Так, а еще что-то, чтобы сделать? Ну, сюда, наверное, Ротлиджа. Да, вместо охуенного Анохи мы поставим Базингу, который, не знаю, почему-то в свои года уже ему за 30, но прогрессирует, юбаный Бенджамин Баттен, блядь. Я думаю, те, кто смотрели фильм, поймут, о чем эта шутка была. Так, и Балой, и... Так, Веракоча, ну-ка, Веракоча... Отстранен? За что? За что отстранен Веракоча? За то, что съел этого лысого парня. Кто это? Это брат Фердинанда. Нет, его мы не трогаем. Хоть он, блядь, не быстрый, не мощный, вообще никакой. Вообще, нет. Пусть играет Манган. Чуточку побыстрее он, да. Ну, все черные парни быстрые, потому что бегать за кроссовками новыми в магазин все-таки не самое веселое занятие, поэтому так вот происходит у них. Вы поняли. Все черные любят Найк. Да. Вот, особенно Майкл Джорнон. Йо. Вот, ладно, Трауре вместо Бенгэ. Так, блядь. В 2 часа ночи сложновато записать выпуск в том плане, что я... Соколстою. Диаките пошел с поля и Демаркос. Все. Что? Хватит и так, да. Хватит с этим мы... Блядь, Смолов, куль ты хочешь уйти-то со скамейки запасных даже. Вот, все. Играем так вот, да. Пусть будет так. Последний матч. Первая половина. Потом все. Развлечение. Отдых. Это я не понял. Это что, и Тарапт играет за Фулхом? Смотрите-ка. Тот же номер. Та же прическа. Тот же еблет. Адель. Что за хуйня, Адель? Что-то тут не так, блядь. Чувачки. Ладно, начинаем матч. Кревен Коттедж, блядь. Какой, блядь, чувак называл так Кревен Коттедж? Ну, как можно сказать... Эй, чувак, пойдем сегодня на Кревен Коттедж. Ну, вот. Ну, помимо там, Лофтус Роуд, Стэнфорд Бридж, Энфилд. Кревен Коттедж. Блядь, когда я произношу Кревен Коттедж, у меня язык, блядь, изгибается, как, я не знаю, как Саша Грей под четырьмя ниггерами. Ну, кэ. Вообще просто ужасно. Я там заметил в Фулхоме Рисса, по-моему, был. Да, еще кто-то. То есть, видим, состав, что у них такой боевой. Но пока что еще там Радальего и Пседо Таарабт. Это был Петрич, что ли? Да ладно, да не можем. Или кто это был-то? Ладно, хрен с ним. Тем временем, тем временем Косами. Вот, тут с мячом кто-то. Пас на того самого Йон Арне Рисса. Наверное, единственный игрок сборной Норвегии вообще в истории. Потому что все остальные-то не футболисты. Брайан Руис. Брайан Руис накатывает на... На пик удар! И Баллой. Вот вернулся старина Баллой в команду. И теперь в ней в обороне спокойно. Дэвис навешивает. Тут Радальего нет. Гида. Гида старичок. Просто боровичок. Сам настоящий. Все перехватил. Все захватил. И КПР мчится вперед. Это Базинга начинает атаку на Макса Родригеса. Тот дальше. Сейчас кому-нибудь отдаст, наверное. Если он не жадный мудак. А он не такой. И хороший такой проникающий пас на Рад Филлипса. Давай. Опа. Тут Гранера. Ну. Ну Гранер. Штангу, сука. А тут офсайд, да? Ну ладно. Пусть будет офсайд. Но пас от Рад Филлипса был такой в моем стиле. Такое впадение. Такое. И. Эх. Какой бы был угол красавец, конечно. Но. Но судья оказался чмошником. Видел офсайд. Пошел ты. Хуя маслина. Опа. Тут. Ну-ка. Рад Филлипс. Ничего. И он на рис. Я знаю, что рис. Охренеть. Какой мощный удар. Но. Вот этот удар Базинга против этого самого Йорна. Был мне кажется посильнее. И рис. Будет сейчас навешивать. Далеко. Далеко навешивает. Удар. Рааа. Сука. Блядь. Дида. Сука. Еще какой-то фейк Лукако что ли забил. Не пойму ли что это. Это Родальего. Очень уж похож на Лукако. Скажу. Потому что такой толстый негр с этими. С дрэдиками. Кошмар. Ну смотрите. Навес удар. И Дида блядь запускает такую хуету опять. Ой божечки мои. Ладно. Что-то как-то неохота мне проигрывать в таком матче. Блядь. Который завершает все это. Тем более у нас там много-много побед подряд. То есть после всего этого. Я просто не могу своего болельщика подвести. Еще и в матче блядь с Фулхэмом. Мы обыграли Челси. Мы обыграли Балтику в конце концов. Потрясающий гол Ротлижа. Я даже сам не понял как это было. Но это гол был просто невзъебенный. Да как так он закатил-то прям с нулевого угла. Вот это Ротлиж. Ай да молодец. Ай да смугляночка моя. Ну-ка смотрим. Вот Гранера выдает пас. Вообще свободен. Один опа прокидывает. Хорош Ротлиж. Просто технарь. Прям подмышки волосатые запустил. Мохнатая подмышка Шварцера не помогла. Вот примет какая. Не бреть подмышки перед игрой и все будет ровно. Но не послушался. Не послушался Шварцер. Ебанул там газонокосилочкой. И все. Видим что сейчас еще Аделька. Нет нет. Это Гьянчик. Выдает на Райт Филлипса. Тот. Удар. И тут. Тут да. Тут справляется Шварцер. Но видим что все. КПР попер. Поперли атаки. Все ровнехонько. И сюда родной. На тебя же пас был. Ну. Ай сучонок. Вот. На коротке. Гранеро. Блять. Родолего. Вперед мчит. Мчит. Дальше. Тут Петрич. Брайан Руиз. Все это весело. Тоже. Кстати Брайан Руиз. Это не единственный игрок здесь в Коста-Рике. Которого я знаю. И еще есть легендарный. Потрясающий. Пауло Сазар Ванчопа. Я думаю что мало из вас кто знает Пауло Сазар Ванчопа. Но тем не менее. Это пожалуй. Самый наверное. Невзъебенный игрок. За всю историю Коста-Рики. Я даже помню как он голы забивал в 2006 году. На чемпионате мира в Германии. В матче с Германией. Он положил два гола. Тогда немцы выиграли 4-2. Я помню забивал Лам издалека. Фрингс положил. И кто-то еще. Клозе. Клозе забил двушку. Вот да. Клозе забил еще двушку. Вот такая вот у меня память. А вот Лам там забил вообще такой невзъебенный гол. Издалека там ебанул. Ну и Ванчопа таких парочку голешников отгрузил. Ворота Лемона. Да. Тогда Лемон стоял на воротах. Потому что Лемон был заебись. Хотя я был и Канн. Но Лемон стоял. Вот такая вот ситуация была. Тем временем Базинго с мячом. Он обманывает просто всех. Как опытнейший еврей. Базингвамман. Можно так сказать. Базингвович. Так. И тут у Брайана Руиза мы все легко. Или нелегко. Но тем не менее. Тем не менее мяч не у нас. Хуёво. Вот навешу штрафную. Сука. Ну-ка. Ну нет. В этот раз. К сожалению. Ну. К сожалению. Для Фулхэма мы не пропускаем. А для меня это к большой радости. Что-то это матч. После забитого мной гола успокоился. Видимо все до сих пор в охуе от невзъебительной игры. Рот. Лишь. Блин. Какая скорость у БНГ. Вот смотрите что он творит-то. Ну-ка. Сейчас. Ладно. Какая скорость-то. Вот смотрите какой финтюк он только что выдал. Я просто так. Повторю случайно. Говорит такой. Опа. Опа. Бежит такой. Это не все. То есть его финт это не бег. Опа. Убрал. Еще и перекинул его. Хорош. Я посмотрю какая скорость у этого БНГ. 89. Нормально. Хорошем БНГ вообще просто один из лучших краев явно тут еще и молодой вроде как. Ему там лет наверное 20-0. Вот это Родальего с мячом. Он бежит. Он бежит. Входит штрафную против Манган. И все легко отнимается просто в два счета. Рад Филипс. Что-то как-то Филипс не тащит. А вот Макс Адригес будет ли тащить или нет. Он дает пас на Гьяна. Пас на Гьяна это опасно. Блять. На. Вот такой вот стишок. Вечерний. Ночной. Гьян. Ну можно бить мне кажется. Бьет хороший удар но. Но длиннорукий Шварцер. Все. Все обламывает. Вот. Опа. Пасик на. Рад Филипса хорошо. Пяточкой. Ой. Опять в штангу. И что такое. Уже в два раза мы так бьем в штангу. С такой. Прям с той же позиции бил Гранера. Вот. Да. И Шварцер водит мяч вперед. Касами какой-то блять. Кто это такой какой-то блять. Непонятный чувачок. Полу какой-то не знаю. Японец судя по фамилии. То ли еще кто-то. Что это. А это все-таки Петрищ был тем самым псевдо Аделем. Да блять. Ну что это блять за лицо Дауна сука. Что это блять за. Ай. Я не дай бог такое увидеть. В больнице. Я бы сразу бы умер. Не знаю. От всех болезней. Просто и бубонная чума. Меня бы сразу бы схватила. Не знаю. Испанка. Не знаю. Водянка. Блять. Ветрянка опять появилась бы. Хотя я ее. Пережил в свое время. В детские года. Слава богу. Потому что Ветрянка. Я вам скажу. Что. Чем вы старше. Чем хуеве ей болеть. Касами. Касами. Хуй тебе. Отлично. Отбились. И угловой. Навешивает Эдэвис. Да очень хочется в этом сезоне стать чемпионом. Потому что это будет просто невзъебенно классно. Это Макси с мячом. Он дает пас на Гьяна. Что-то Гьяна сегодня как-то не заметен. Честно говоря. Вот он теряет мяч. Что-то как-то виловато. Я вам скажу. Но Гьян такой игрок. Который может играть один матч вяло. А в другом трешку ебануть в ворота того же Челси. Например. Да. Вот это такой вот игрочок. Такого вот уровня. Только топом он и сбивает. Вот. Да. Опа. Ну-ка давай. Это Макси. Это Райт Филлипс. Что за хуйня. Что это только что. Вау. Что это такое. Я в ахуе небольшом. Но. А. Все нормализовалось. Что это за. Это видимо. Блядский соперник. Совсем уже в крае хуел. Использует какие-то непонятные. Там не знаю. Временное оружие. Он замедляет время. Чтобы я был. Дезориентирован в пространстве. Ах ты сучи. Мах. Это ж просто несправедливо. Просто не по спортивному. Я считаю что команда Фулхова. Надо просто. После такого. Эээ. С турнира снять. Ну это ж. Что это такое. Это ебаные хогварцяне. Гарри Поттер что ли вас там тренером стало. Я не понимаю. Что это такое. Вообще не дело. Вообще просто. Ну это не. Ни в ки ворота не лезет. Да. Я все понимаю. Но не настолько же в наглую. То есть. Вы видели сами своими глазами. Я не знаю. Может быть это у меня фрапсток лаганул. И вы. На самом видео этого не заметите. Но. Блядь. Там были глюки конкретные. Один кадр в секунду показывал. При норме 20. При норме 30 даже. Я вам скажу. Да. Навес. Ну-ка. Шварцер. Блядь. Его руки меня уже бесят. С такими руками только не знаю. Корову дарить. Удар. Хорош удар. Рикошет. Но опять длинные руки Шварцера. Кто бы мог подумать. И вот мы видим. Что из-за того что было добавлено. Ой. Из-за того что было замедлено так время. То есть добавили аж целых. 4 минуты. Это же несправедливо. Но если мы сейчас забьем. Это будет справедливо. Нет. Ну мы не забьем. Само собой. Потому что Росилипс. Нихуя уже не тащит. Сука старый блять. Говорят что старый конь. Борозду не портит. Не портит. Но это про игроков ЦСКА. Но вот Росилипс уже старый. Но он не конь. Он кто? Аристократ. Не знаю. Рейнджер. Так что он. Борозду. Хуярит только так. И мы его сейчас поменяем наверное. И кого? Ну. Пока. Что-то Макси как-то не затащилось. Честно говоря. Попытаемся сделать вот так вот. Да. Самого Макси мы меняем. И да. Да. Все будет именно вот так. Наверное. Надеюсь что я не еблан. И все сделал нормально. Начинается второй тайм. Федор Смолов блять. Это легенда футбола. Это просто такой футболист. Который забивает уже два гола блять в год. Это хорошо. Он растет. Глядишь там годам к сорока. Он начнет забивать нормально. Как нормальный блять нападающий. Вообще честно говоря Федор Смолов это хуета не игрок. Ну так откровенно скажем. То есть. Но он нападающий. То есть давайте разберем. Он нап. Что должен делать нападающий. Забивать голы. Что делает Федор Смолов. Не забивать голы. В чем дело. Он хуевый игрок. Откровенно говоря. Вот. Еще скажем что. Например. Если вы скажете. Антон. Ну что ж там Федор Смолов. Он же там пассы отдает. Он нагнетает атмосферу. Ну блять. Если бы вратарь пропускал. Вот смотрите. Дело вратарь это отбивать удары. Да. То есть. Если бы вратарь пропускал бы с по 40 голов в матче. То что. Вы говорили бы. Ну что Антон. Ведь вратарь в порядке. Он там не знаю. В воротах блять стоит. Он что-то там трясет руками. Ну так что Федор Смолов не делает свои основные задачи. Так что он не очень. Мягко говоря. Забивать два гола в год для нападающего. Это крах блять. Это пиздец. Это просто нубство блять. Федор Смолов это блять. Это легенда нахуй. Это быть нападающим. Иметь блять. Не взъебенные машины и зарплату. Ебать красивейшую телку Лопыреву. И забивать. И быть блять нубом в своем деле. Это же просто пизда. Это я не знаю. Почему я не ебу Анжелинюн Джоли в конце концов. В саркатан. Прям посреди. Своего роскошного однокомнатного пинхауса блять. В котором мусора больше чем китайцев нахуй. Федор Смолов. Вот он самый. Вот он. Вот. Это его уровень. Да. Вот о чем я и говорил. Пак Джи Сунг. Нихуя. Что-то не посмотрел в период как играет Ман Сити. Было бы интереснее играть. Может быть они там вообще проебали. Нас даже. Нет. Нас ничего не устроит. То есть нам нужна только победа даже если не проебут. Да. Так секунду. Я или кто это? Это Ротлиш был. Но вот его накрыли. Суканы. Шварцер с мячом. Такой странный блять. Гусиная походка. Он отбегает от Ротлиша. Такой типа мол. Отъебись. И все нормально. Демаркос. Опачки. Тут с мячом опять Ротлиш. Ну он сегодня довольно-таки неплохо смотрит. Вообще он такой ну приятный новичок. Но блять вот в этом моменте сука. Ну ты что творишь-то? Вообще просто. Просто мрак. Просто я недоволен этой ситуацией. И что твои Троотлиш? Неужели все наши тренировки блять. Все те исписанные моим маркером родным. Которые я спизживаю себя на работе. Исписанные. Исписанные эти самые доски. На которых я пишу тактики и все прочее. И это все было впустую. Ну как так-то Ротлиш? Я же интересовал, что если ты будешь ляд с мячом. То мяч проебывать нельзя. Вот и все. Все просто. Я даже писал по-русски нельзя блять. Вдруг ты там не понимал. На другом языке. Вот Гьян молодец. Он даже к мячу не коснулся блять. Слишком его. Слишком прикрыли косами. Брайан Руис. По-прежнему 1-1. Как-то не круто. Это знаете ли. 1-1. То есть хочется победы. Хочется экшена в конце концов. Хочется голов блять. А они 1-1. Это что за два блять. Хуя вставших. Словно они две единички. И. Балой. Малой балой получает мячик и дает его дальше. Тут бэнгин давай шейх. Прокачай клуб. Не зря у тебя такая пиздатая фамилия и имя. Аж целый шейх. Блять. Была бы у меня фамилия там. Точнее имя там. Барон. Я барон блять. А я шейх. Заебись. Вот и подружились. Так. Надо делать замены. Надо делать замену. Здесь целая 1 замена. Ну скажем откровенно. Ян сегодня не затащил. Но. Это игрок момента. Поэтому мы его оставим. Мы сделаем вот так. Уберем Демаркоса. Угу. И краучем сандалем. Угу. Да. Вот так вот мы и поступим. Так. Пак Джи Сюнг. Пак Джи Сюнг. Сказал Пак Джи Сюнг. Сука. Ладно. Я не расстроен. Сложилась ситуация. Для меня это даже плюс. Да. Я не опечален. Ни в коем случае. Касами. Хотя какой нахуй не опечален. Что я несу-то блять. Что-то я уже засыпаю. Мне кажется немножко. То есть блять. В 3 ночи. Что-то я уже на хронометре. На моем. Я не знаю. Какой нахуй не опечален. Вы играете как блять говно. Что такое-то. КПР. Вы блять. Честь свою теряете. Вперед КПР. Взбодрись. Тайм-аут беру. А в футболе нельзя. Да? Ну ладно. Вперед. КПРонька. Это пак. Это пак. Джи Сунг. Он прет. Он тащит команду изо всех силушек. И тут валят Демаркоса, суки. Просто бандюки конкретные. И бить или не бить? Конечно же не бить ни хуй не попаду все равно. Попытаемся сделать хитрость. Хитрость не прошла. Сейчас хитрость проходит. И. И хитрость. Хитрость. Дубль. Ротлиджи, да? Да. Ротлиджи. Легенда просто. КПР. Просто ставьте лайк. Ротлиджи. Он просто лучший. Блять. Почему не берут в сборную Англию? Потому что он любит смотреть на мужские жопы. Вот. Только что ему кто это продемонстрировал. Там мужской. Свой попец. Не знаю. О, да. Я рад. Что пиздец. Просто счастье. Коровы стали дариться. Блять. Лучше. Не знаю. Птицы, блять. Дают молоко. Тоже. Мы едим всей командой дошираки. Блять. Со вкусом осьминожих за луп. Я не знаю. Что такое. Все нормально, ребят. Все нормально. Я еще с вами. Это Петрич. Петрич дает пас. Давай пас, блять. На Рдальего. Того самого, кто забил гол. И КПР-то ведет, между прочим. Да это, я не знаю, какая уже победа подряд для нашей команды. То есть, мы просто ебошим. Просто нещадно. Вот. Вот Крауч молодец. Крауч лучший. Так. Секунду. Крауч сейчас скорость. Конечно, у тебя пиздатое. Блять. Я не знаю. Дай пас лучше. Лучше дай пас. Просто передачу дай. Ротлич с мечом. Давай. Ты разберись, малый. Ты умеешь. Я в это верю. Ну, как так. Обломали хитрик пацану. Ну, что такое. Гранеро бьет. Ну, это не удар был даже. Это так, блять. Шлепок майонезный. Такими ударами ты, я не знаю, даже Буратино не сломаешь. Самого-самого худенького. Брайан Роуис с мяч уйдет. Даже не охусь сомневаться. Бербатов на поле вышел. Ёбаный в рот. Нашли кого выпустят. Старичка тоже. Дальний пас. Опять Крауч. Такой, знаете, Крауч. Цепкий парень. Блять. Такой он, как говорил про него. То ли Терри, что против Крауча хуёво играть. Там плане, что он такой весь колючий. То есть, блять. Неудобный. Какой-то непонятный. Такой чувак. Какая-то такая субстанция. Блять. Получеловеческая. Так, тем временем. Бляцки родолега. ХТ-1-1, но судья красава. Судья говно. А, ну, вы поняли. Какой он красава. Манган. Дальше мы выдаем пас. Тут это Бенге на Ротлиджа. Герой матча, блять. Ротлидж, что вам скажу. Хорош. Хорош мужчина. Дальше, дальше. Пасы поперли. Это Сидуэл на Родольего. Играет. И тут как-то все как-то плохо складывается. То есть, да хуя. Игроков тут Фулхэма в защите. Я сказал, да хуя. Я сказал, Манган. Да последний Манган был с этим парнем. Из Фулхэма. Не разъявил фамилию. Это Родольего. Или там кто-то еще прочего. Какой-то бич. Я балой в атаку придет. Это хорошо. Это пугает. Это деморализует игроков. Соперник. Они уже начинают готовить к стыли. Потому что по-другому с балой нельзя. Но, сука. Нет. Нет, нет, нет. Нельзя. Нет, нельзя. Дида. Пропусти, что я тебя выебу. Дида. Герой, сука. Дида ветеран. Дида лучший. Дида, блядь, бог футбола. Я вам скажу, что это... Он отбил. Он отбил важнейший, блядь, удар. И... Это атака КПР, видимо, финальная. Финальная. Я сказал, ну почему? Ну дай я тебя забью гол-то. Ну вот только-только. Ладно, что ж, на этом видео заканчивается. Вот, смотрим, как сыграл Ман Сити. И... Идем в освоясье. Внимание. И... Сити. Сити, сити, сити. 0-0. И это значит, что... Как так? Как так-то? Эээ... Ну... Что я не понял. Что за хуйня? Почему опять два очка? То есть... И... Так, может быть, я проглядел? Может быть, Сити сыграл не в нищую? Ну да хуй с ним. Ладно, по-прежнему, два очка отрыва от Сити. Что за хуйня? Не пойму. Ну-ка, еще раз только меня известите-ка с ТП. С ТП. Я... И пока в этой ситуации не разберусь, я не успокоюсь. Смотрим. Внимательно так. Это... Иди в пизду, Манда. Я тебя не уважал никогда и не буду. Свидения о турнире, расписание. Ну-ка. Смотрим. Будет тут... Ага, вот. То есть... А, блядь, что я? Перепутал с Юнайтедом. Сити выиграл. Господи, что я такой слепой-то? Ладно, что ж, на этом выпуск оканчивается. Всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон Чейса. Ставьте лайк под видео, вступайте в группу в описании. Скажу вам, там будет необычная группа, не моя, а... Группа, посвященная такой необычной идейке. Там чувак, короче, делает всякие футбольные картинки в стиле 8-бит, но вы поняли, о чем идет речь. В общем, я советую вам на нее подписаться, и чтобы быть ровными чувачками. Всем пока. Не болейте в дачных каникул. До свидания. Йо.